Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Русские колонии увеличили выпуск продукции на миллионы. В прошлом году учреждения уголовно-исправительной системы выпустили товаров и оказали услуг на 680 миллионов рублей. Это на 20% больше, чем в 2016-м. За год объемы производства лесопродукции выросли на 36 миллионов рублей, изделия легкой промышленности на 55, пищевых продуктов на 26 миллионов. По данному ФСИН, к труду привлечены почти 4,5 тысячи осужденных. Это почти половина всех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы. Экономика. На 101 АФМ. Кировские учителя получают в 4 раза меньше чукотских. Росстат опубликовал данные о зарплатах в образовании. В прошлом году в Кировской области средняя зарплата школьного учителя составляла 22,5 тысячи рублей. Это на 4 тысячи меньше, чем средняя цифра по ПФО, и на 12 тысяч меньше средней по России. Больше всех получают учителя на чукотке. Почти 90 тысяч. В Москве зарплата 75, в Крыму 28. К другим новостям. Кировское пиво хотят поставлять в Германию. Несколько кировских компаний приняли участие в сельскохозяйственной выставке «Зеленая неделя» в Берлине. Российский бизнес не участвовал в ней два года. От Кировской области на выставке были представлены компания «Сладекс», «Виад Аграсем», «Кирово-Чепецкая химическая компания» и завод «Вятич». Компании провели встречи с контрагентами, а также с новыми потенциальными партнерами. «Виад Аграсем» уже поставляет в Германию квас, а по итогам выставки рассматриваются перспективы начать поставки пива в страны Европы, сообщили в правительстве Кировской области. Сотрудник налоговой прикрывал бизнес своего приятеля. Об этом сообщает Кировская УФСБ, которая сейчас решает вопрос о возбуждении уголовного дела на сотрудника инспекции Федеральной налоговой службы России по Кирову. По данным правоохранителей, он помог знакомому директору одной из фирм уклониться от проведения выездной налоговой проверки. Ущерб федеральному бюджету оценивается в 15 миллионов рублей. За злоупотребление должностными полномочиями сотрудник налоговой может получить до 4 лет лишения свободы. Кировчане чаще берут патенты. За год число патентов, которые получили ИП, выросло на третье, составило почти 4,5 тысячи. Предприниматели заплатили около 90 миллионов рублей. По данным налоговой службы, самый популярный вид деятельности для покупки патента, как и в 2016 году, розничная торговля – 722 патента. На втором месте – парикмахерские и косметические услуги – 650 патентов. На третьем – оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов. Экономика. На 101 АФМ. Напоследок, коротко, несколько цифр. 8 тысяч рублей – средний размер микрозайма в Кировской области. За год он вырос почти на полторы тысячи. На полтора процента в 2017-м увеличился оборот розничной торговли. Рост произошел впервые за два года. 400 сотрудников компании КЧУС получили зарплаты за декабрь после вмешательства прокуратуры. Завершение валюты. Доллар сегодня 57,67. Курс евро – 70 рублей и 77 копеек. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 АФМ. 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 Продолжение следует...